Девушки отдыхают Третья неделя у меня все тот же полюбившийся мне завтрак Одно яйцо От белка добавляю Без желтка Помидорка половинка И бутерброд с сыром Расплавляю его после яиц Когда уже приступаю Собственно его поедание с чаем Поэтому заранее не расплавляю Потому что он потом быстро твердеет Хлеб мне очень понравился Белый с семечками Но его не было Вот этот темный с семечками мы тоже уже брали Тоже вкусный в принципе Поэтому я решила взять вчера его И вот такой вот завтрак Там запаривается чай Тут стынет еда Поэтому бежала кушать Ребята всем привет А вот и новое видео на моем канале По челленджу Хлои Тинк У нас уже наступила с вами третья неделя Прикиньте Уже больше половины Больше половины этого челленджа Пройдено Потому что две недели и один день Считайте Надеюсь эти две недели оставшиеся Пройдут так же круто Мотивационно Будем сбрасывать вес Напомню что за предыдущие две недели У меня ушло 900 грамм Что очень-очень-очень круто И я очень-очень-очень этому рада Поэтому да Не буду сильно долго затягивать Надеюсь эта неделя будет очень крутая Очень мотивационная Девушка Золовин Сейчас я приступаю к первой тренировке на этой неделе Она идет 54 минуты Там будет разминка Та же что я во всех видео Две тренировки Первая на все тело Вторая написана на нашу талию И разминка которая длинная 15-минутная разминка на все тело Сейчас у меня Бодрый настрой на тренировку Но немного как-то нет настроения Не знаю Как-то грустно и печально Проснулась Еще пасмурно Еще тяжело встала Еще какие-то мрачные сны снились В последнее время Почему-то так Почему-то какие-то странные сны снятся Но не суть Надеюсь что во время тренировки Пройдет больше Сил, энергии, настроения Давайте не будем затягивать И приступим к тренировке Погнали Ну вот и закончилась моя тренировка В принципе прошла нормально Спокойно У меня в начале тренировки Вообще не было настроения В середине видимо эндорфины Тренировки прилили И настроение появилось Поэтому будет вам на заметочку Если нет настроения Попробуйте потренироваться И оно возможно появится Первое видео было В принципе на все тело направлено Очень хорошо проработали ноги Руки Второе было Видео направлено Написано на талию Ну там как бы было Там много на пресс И оно ушло 10 минут И эти 10 минут пролетели Просто Первое видео как-то еще Я почувствовала прям А второе Я такая решила Что-то прям Думаю Ой сколько оно Думаю идет Такое А там осталось минуту Я такая В общем офигела Оно быстро очень прошло Второе видео Первое было подольше Потом как всегда Вот эта 15 минутная растяжка А в начале Разминка Одна и та же Вот уже третья неделя Разминка та же самая То есть явно Она больше Не поменяется Обязательно пьем воды Не именно во время тренировки Вообще Во время тренировки По желанию Потому что есть тоже Двоякие мнения Кто-то говорит что надо пить Кто-то говорит что не надо пить Поэтому если сильно хочется петь И не хочется не петь Я считаю вот это Правильный подход К этому вопросу Тренировку завершили И сейчас Через полчасика У меня будет обед Сейчас как раз здесь все приберу После тренировки Разберу Переоденусь И пойду готовить обедик До скорой встречи Ребятушки Мне так нравится Как эти волосики Мне так нравится Прикольно Так ну и вот мой обед После тренировки Рубленые котлетки Горох Вареный Немного кепчика И обычной капусты Себе нашинковала Люблю Вкусненько Дима Крутично Возможно Еще попью попозже Чай с шоколадкой Но это наверное Не сейчас А попозже Все таки попила чай С шоколадкой Но забыла вам заснять Съела ломтик Три квадратика И чай травяной Антистресс Было вкусно Жалко все кончилось Мы тут с моей красоткой Чилим На солнышке Да малыш Мы сегодня Пойдем вечером В гейльхаус В то юненькое заведение Где все два раза Мне было так комфортно Где вот этот костер На телевизоре Будем там что-нибудь кушать Пока не знаю Еще не определяла Из чего хочу И решим На месте Ну а пока После обеда Немного отдыхаю Смотрю новый сериал Называется Престиж Еще не поняла Первый серий Только досматриваю И поэтому Не знаю Норм или нет Пока не могу вам советовать Пока просто Привыкаю к нему Вот Режим С моей принцессой Задыхаем Ну а на солнышке Греется Чего это Я тебя глажу А я рядышком Лежу Еще моя притесочка С тренировки Осталась Экспериментальная Хотя У меня все Экспериментальные Практически Что вам еще Рассказать Через какое-то время Не знаю Мужку при кофе Может не буду его пить сегодня Сегодня нам Обещают Сильный дождь Вечером Не знаю Будет он или нет Потому что Хотелось бы Туда и назад Дойти пешком Вообще Изначально У нас было в планах Либо поехать в центр Погулять Либо в Нарбышев парк Сходить Там тоже есть кафешка Но из-за дождя Мы что-то не рискнули Далеко отдаляться От дома Потому что Как бы Ну смысл Пойдет ливень Мы промокнем И будет Не айс Поэтому решили Вот Недалеко от дома Прогуляться И похавать там Так мы Тем временем Сходили в магазин Купили вот Яблочки Зеленые Гринни Смит Перец Один Такой булгарский Огурчики Взяла Бедро Филе Куриное Такую фасоль С грибами Взяла Такие огурцы Первый раз попробовать Фирму мяснов Потом сметану Десяти процентную Всегда беру Также упаковку Редиски Помидорки Черри Обожаю Конечно же Квашеная капуста С клюквой Тоже очень Такая понравилась Фирма Фак И еще Мы тут Купили Манты С бараниной Да 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 И мы Все-таки Взяли Вот такую Тему С цыпленком Уже Дали ей Полбаночки Снова Пришли В это Уютное Заведение Сегодня Сидим В другом Месте У меня На фоне Какие-то Трубы Я взяла Бургер И взяли Лимонад Трапический Базилик Потом Посмотрю Если не наемся Вдруг Салатик Просто Сразу Стала Брать Думаю Когда прихожу сюда Ловлю какое-то умиротворение Спокойствие Так хорошо На душе Это все Из-за первого раза Потому что первый раз Я это все здесь Почувствовала И видимо На автомате Мое тело Чувствует Это Снова Снова Я в своем костюме Таком бежевом Штаны Такие же В кедах Шли в куртки Потому что Сегодня у нас На вечер Придавали Дождь Пока мы сюда Шли Он не начинался Подходили К заведению Прям покапало Слегка И Прикатился Вроде Вроде сейчас не идет Посмотрим Как будет Куда пойдем назад Надеюсь Что он не пойдет Потому что Если пойдет Придется ехать на метро А мне Хотелось бы прогуляться Все Оставляю вас Сниму вам Нашу еду И буду пока Здесь Релаксировать А Лимонад Решили взять Потому что Очень жарко Не хочется пить Ничего такого Горячего Так Я бы Может Завелать чай Но неохота Лимонад будет С ледиком Холодный Свежающий Сытый Базилик Обожаю Лимонад Просто Топчик Бургер съела Он очень был Шикарный Лимонад Вообще Бомбический Просто Я бы еще Только пила И пила Немножко не наелась Но не стала Ничего брать еще Потому что Думаю Сейчас мы пойдем Домой И я куплю еще Мороженое Потому что Мороженое Хочу больше Чем что-либо Другое Так что Такие дела Такое мороженое Решила взять Во вкус Фили Сорбет Клубника Базилика Буду пробовать Впервые Надеюсь Будет вкусно Завтрак День второй Бутерброд С сыром Яйцо Белок Помидор Пожарила И две редиски Такая красота Там запаривается Чай И потом Как всегда Путерброд Расплавлю Немного Позже Еще Сейчас выпивала Протеин Забыла Заснять Думаю Так понятно Что Пила Протеин Надеюсь Если Симфор Протеин так я в суп еще добавила вот такой турецкий суп с булгуром забыла вам заснять из самоката уже брала одну одну уже попробовала подобную не смотрите в составе у нас чечевица крупа булгур лук репчатый томаты перец черный и крукума вот такая красота у меня здесь варится это нам на обед налила себе кофе села передохнуть суп у меня варится малыш попрошайничает конечно же куда без этого да к же кофе всегда рядом с кофе так смотрите рябчик у меня буквально час есть посидеть отдохнуть попить кофе потом у меня планом тренировка после тренировки на сразу обед после обеда мы пойдем на моду вот у нас эти на губы на зону после договорилась для шули по базаре по телефону поэтому пойду погулять я одновременно буду с ней разговаривать то я уже вернусь нужно будет готовить ужин на ужин у нас хинкали с баранины надо будет отварить и нарезать с различных овощей все потом будем смотреть ужинать и смотреть сериал вчера начали смотреть большая маленькая ложь я его уже смотрела в девятнадцатом году когда выходил второй сезон саша не видит от мучка посмотрели две серии мне лично очень интересно не знаю как ему я тем более не помню кто там был убит кто убийца поэтому мне интересно и это самое важное потому что если бы я помнила вот эти детали то что по сути раскрывается в конце то мне было бы уже не так интересно вот такие планы на весь день так что день весь у меня распланирован до мелочей считаете поминутно расписан я как бы люблю такие дни иногда нет в принципе сегодня я готова к тому что у меня видео распланировано и я от этого кайфу сейчас в общем пью кофе как я вам сказала отдыхаю часок просто довариваю суп в этот часок конечно уже и иду дальше по своему списку дел так у меня в холодильнике нашлось три свеклы хотела сначала сварить потом поняла что сам оптимальная кастрюля занята сейчас под суп потом думаю запеку в фольге смотрю у меня нет фольги и нашли рецепт что можно запекать в пергаменте там типа свеклу заматывать вот такие луковки и запекаете при 160 градусов 1 час потом их нужно открыть протыкнуть зубочисткой проверить запеклись ли они или нет вот это точно за час запекется у меня малышка вот эти две большинке не знают я хочу вечером кинкалем сделать их сейчас будем готовить посмотрим хватит 3 часа реально на луковицу похоже так угарно так что вот потом скажу вам пробовать такой способ или нет но я думаю опять же почему нет явно все нормально запечется я их промыла просушила и потом уже запаковала все свекла у меня запеклась суп доварился я все выключила и сейчас приступаю ко второй тренировке на этой неделе я посмотрела тренировка направлена больше на руки на спину и это очень хорошо потому что сегодня у меня прям болят ноги когда приседаю прям чувствую боль и в играх и в бедрах поэтому я очень хотела чтобы ничего на ноги сегодня не было и мне повезло будем забивать сегодня наши руки плечи спину все такое давайте приступим сейчас я налью воды разложу коврик потому что я только переоделась но ничего еще не подготавливала включу планшет он у меня на зарядке стоит и начнем сегодняшнюю тренировку тренировка завершилась хорошо проработала руки плечи ты прям всю горела мощненько и когда была разминка там были движения типа такие выпады в сторону мне так было больно бедра вот эти ляжки прям вообще ноги болят но благо в тренировке на руки спину вообще ничего не было связано с ногами я очень этому рада мои ноги немного отдохнули в этой тренировке и отлично посмотрим завтра какая будет тренировка возможно краски завтра вы ноги будут задействовали не вряд ли они наверное пройдут до завтра но ничего явно будет лучше сейчас счастливая свободная тренировки убрала здесь все и пойдем обедать суп буду кушать все вот такой красавчик суп у меня сегодня на обед которым ведь с вами готовили очень мне нравится такой суп и после решила еще покушать такое пюре яблоко груша сливы мое любимое пюре потому что сливы я обожаю мы сходили на ла моду я вернулась зариновские джинсы потому что они во первых были когда дырочка вам показывал во вторых на озоне нашла что они дешевле заказал их на зоне на моде сегодня выкупил рубашку голубую такую белую полоску из остина и забрала конверсы низкие короткие белые классика буду таскать и с джинсами и шортами и со всем и со светлыми платьями они будут прекрасно смотреться конверсы в принципе моя любовь я столько лет прогоняла в одних белых высоких конверах в школе их еще купила в классе девятом а выкинула мне кажется годах три назад только то есть я не знаю лет пять их носила вот потом из зарины вот заберу сезона джинс опять дождик начинается сейчас базаре без даши она на время отключилась сказала что перезвонит а я вот брожу гуляю до этого пошел сильный дождь меня все промочил что прекратилось и сейчас это опять что-то покапивает подбешивает и того я пока вот купила на уинке джинсы кеды и рубашку все в планах мне еще нужны платья куда основную платье и нибудь топы может еще купить не знаю и шорты у меня темно-синие светло-синие у меня вот будет джинс надо будет еще отнести подшить потому что они мне купец какие длинные сейчас побазарим потом вернусь домой это я купила доктор пеппер попью доктор пеппер учебку с хинкалочками и с овощами сварила спекла спекла спеклу овощи свежие порежем мы там купили перец череп помидорки огурцы редиску сделаем соус сметана кетчуп и чесночок очень нравится такой хинкалин и будем отдыхать саша купился пиво поэтому то я хотела без алкогольное пивко но что-то не судьба не судьба что вам еще рассказать рука засыхает так держать у меня тем более сегодня руки капец забились после тренировки но ничего ничего попробую дальше звякнуть еще разок потому что она уже освободилась потому что мне так печально одной ходить еще с этим дождем навеивает какая-то грусть меняется погода уже довольно солнечно аптечки поют дождь кончился хотя буквально там 10 лет назад капала было все серо сейчас вот обрежу все жду дашу она что-то потерялась не знаю не перезванивает я обрежу не понимаю гулять и ждать идти домой потому что уже почти полчаса она чуть-чуть на связь не выходит я вот пока гуляю любуюсь погодой у меня вместе с ламудой сегодня уже вот прогулка 73 минуты идет я ставила на паузу пока домой заходила опять продолжила тренировку это красивое когда все зеленеет ребята скоро лето и нас будем оглянуться как надо будет ходить в шортиках платьишках и все такое солнечное стало просто все трава отсвечивается я покачалась на качейке и сейчас топаю домой в замаранных кедах вот и ужин я отварила себе три хинкали с бараниной плюс нашла вот такое безалкогольное пиво взяла себе его не то которые прям люблю но тоже неплохое тут нарезала овощи свекла огурцы помидоры перец редиска и сделали соус как я вам говорила чеснок сметана и кетчуп так сегодня завтрак мы немного другой здесь все также яйцо 90 грамм белка пол помидора все обжарила сыр на хлебушке расплавлю позже пол огурчика порезала и вот такая фасоль печеная с грибами очень люблю подобные консервации очень вкусно слюнки текут хочу кушать всем приятного аппетита кто кушает и я сажусь так сейчас пошла за гантелями они у нас вот тут лежат сейчас у меня будет третья тренировка на этой неделе я посмотрела там две тренировки все идут на ноги и они очень объемные потому что вся тренировка идет 55 минут из них разминка и растяжка 10 минут и того 45 минут это будет вся тренировка на ноги а как я вам вчера говорила они у меня еще немного побаливают поэтому мне слегка страшно что меня ждет что меня ожидает и мне сегодня принципе не хотелось тренироваться я себя сейчас съели как я уже думала знаете после обеда ближе к вечеру потом думаю нет я потом всегда себя еще хуже чувствую лучше перед обедом успевать тренироваться поэтому вот заставила себя переоделась и сейчас пойдем с вами убивать наши ноги а Тренировку завершила. Вначале мои ноги болели, но потом справились. Честно, я просто рада, что пережила эту тренировку, потому что опять здесь сплошные выпады, которые для меня и так как, а еще с больными ногами так тем более. Но ничего, в конце, после растяжки я все равно чувствую прилив сил, энергии, радости и все такое. И сейчас я наконец-то иду обедать, покушаю суп, возможно, налью еще протеин. Очень хочу чего-нибудь такого тепленького, жиденького, согревающего, поэтому я очень рада, что у меня сегодня есть суп. Потом решила еще захомячить такое пюре, яблоко, персик. И заварила себе чай для сердца и сосудов от Эвлар. Очень, кстати, вкусный чай, приятный прям. И вот такой ломтик шоколадки, кофе с молоком, Россия щедрая душа. Вот в итоге хотела вам показать покупки вчерашние. Взяла вот такую рубашку, взяла размер побольше. М-ка сидела лучше, но я взяла L, чтобы она вдруг подсядет. Ну и, в принципе, была такая свободная оверсайз. Здесь сделано, что если она застегнута, то пуговицы не видно. Да, вот из Остина, думаю, вы увидели. Обошлась в 2000. Здесь я вот так подвернула рукава, когда мерила, они смотрятся симпатичнее. Но такой небрежный оверсайз можно добиться, если их раскатать. В общем, такая нежно-голубая, белая полоска. Вот с джинсами смотрится очень приятно. Мне в планах ее носить как застегнутую, так и расстегнутую с белым каким-нибудь топом. Ну и вот эти джинсы, которые я вам уже показывала из Зарины. Просто они казалось, что везде вот в таких дырках. Я просто не знала, что это такое мода. Я думала, что это просто какой-то брак был. Но нет. Они реально зачем-то так повсюду сделали. Заказала в итоге с Зона, потому что там было выгодней по цене, а не на Зоне 3075 рублей. Здесь, повторюсь, такой карман сделан один. Меня это не очень привлекает. Но я себя успокаиваю тем, что это необычно. Также, как я вам говорила, взяла вот такие конверсы. Белые, низкие. Просто, мне кажется, база реально подойдет под всем. У меня размер вот 38 я взяла в этот раз. Обычно раньше было 37,5. Потом как-то купила 37, мне опять снатирали. И в этот раз, думаю, лучше возьму больше. То свободнее, поприятнее, комфортнее точно будут. Вот такие вот красавчики у меня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Я еще добавила сюда 100 грамм томатной пасты, различные специи, очень много люблю всякие специи сыпать И сейчас у меня это все тушится Вот такая тушеная курица с капустой, морковкой и луком На гарнир у нас горох сваренный И вот такой у меня будет сегодня ужин Ну вот как я вам и говорила, горох вареный, капуста тушеная с курицей И я нарезала еще овощей, также свекла, помидоры, огурцы, редиска и перец болгарский Сейчас кушала зеленое яблоко И Саша захотел мороженое, но я не хотела что-то сильно калорийное Потом себе взяла вот такой вот манго из лавки Замороженное на палочке, но не сильно калорийное и очень вкусное Завтрак, считайте, как и вчера Одно яйцо, 90 грамм белка, пол помидора Подземлет с сыром, который расплавлю И фасоль с грибами Очень любит такие фасольки, зря я давно не брала Так, сейчас, как всегда, заварила себе кофе И включила фильм русский, называется вот «Любой» со второго взгляда Очень понравилась, по крайней мере, задумка этого фильма Я его еще, как видите, не досмотрела А там семейная пара, которые давно уже вместе У них прям полнейший разлад, все плохо И они регистрируются на сайте знакомств под чужими именами, фотографиями И вот они находят друг друга, начинают общаться, влюбляться в друг друга И сейчас муж понял, что это она, а она еще не знает, что он, это он И вот, не знаю, что будет дальше, очень интересно Задумка реально крутая А тут, как всегда, мой пес, который просит пенку Предпоследняя трюмеровка, четвертая на этой неделе Я очень рада, что они скоро кончатся, я буду отдыхать Но на самом деле, я уже к ним настолько привыкла, что, в принципе, пофиг, что они есть Стабильно перед обедом переодеваюсь иду заниматься Занимаюсь и свободно Что вам рассказать, посмотрела, тренировка идет, как всегда, уже 50 с лишним минут Она будет на руки и на спину, благо не на ноги На ноги вообще не хочу А позавчера у меня тоже было вроде бы на руки и на спину Надеюсь, руки мои живы Ну, вроде не болят Максимум так, знаете, слегка Очень слегка Поэтому все в порядке Должна ее пережить спокойненько И пойду обедать Завтра, возможно, поедем куда-нибудь погулять Куда-нибудь в центр Здесь-то возле дома мы ходим почти каждый день Куда-нибудь в интересненькие места Давненько не ездили Завтра пойдем погуляем Зайдем куда-нибудь посидеть Нашли там корейское заведение одно Возможно, пойдем в него Но мы еще 100% не решили В любом случае, вам все поснимаю Запишу Кто в телеграме на меня подписан Те узнают раньше всех Куда я ходила Потому что обычно в этот же день Либо на следующий я выкладываю фоточки Поэтому, ребятки, кто не подписан, подписывайтесь Надеюсь, те, кто подписан, вам интересно Я не так жестко часто там появляюсь Не каждый день, конечно же, поищу Но в любом случае Когда есть настроение Что-то кидаю, закидываю Что-то пишу И все такое Теперь давайте не будем затягивать Приступим к тренировке С хорошим настроеницем На улице утром шел дождь Сейчас у нас просто пасмурно, я смотрю Но это не портит наше настроение У меня, кстати, я еще в телеграме тоже поделилась За последние пять недель Упал пульс в состоянии покоя Стал ниже Это очень хорошо Потому что раньше средний у меня был за 70 В состоянии покоя 72, что ли, показывала Сейчас 65 Если ниже 70, это уже very good На протяжении пяти недель Он всегда ниже 70 Поэтому я очень рада Как видите, видимо, тренировки То очень хорошо в этом помогают Это точно Потому что тренировки стабильные Хорошая физическая нагрузка Очень хорошо влияет на состояние пульса На его правильное состояние Также питание Режим сна В принципе, в жизни Я вроде бы стараюсь все правильно в этой жизни делать Нормально спать Нормально пытаться Как видите, занимаюсь спортом очень много Гуляю, хожу постоянно У меня много активности И по дому что-то делаю Поэтому так вот все и отличненько Советую вам начать следить за этими пунктами Чтобы у вас все было прекрасно А если у вас все не так прекрасно То просто не сбавляйте темп Не становитесь ленивыми какашками Не сидите весь день за компьютером Даже если у вас такая стеча работа Старайтесь на работу с работой ходить пешком На выходных тренироваться Следить за питанием И главное высыпаться Как минимум это уже сделает вашу жизнь гораздо лучше И не пить алкоголь Что очень важно За этот год С января месяца Я выпила три раза Один раз, когда встретилась с подругой Один раз на 8 марта Бакалвина Не знаю, считается это или нет И один раз просто спонтанно так получилось Но три раза это не Тридцать три раза Поэтому я очень рада и счастлива Все Я так уже очень затянула Забазарилась Пошла тренироваться А то не успею закончить до обеда Хотелось бы успеть Закончить раньше Субтитры создавал DimaTorzok Закончила тренировку Когда у меня прошла половина тренировки Я думаю Вот сейчас закончу тренировку Запишу вам, что на руки тренировки Не такие сложные Типа на ноги мне сложнее даются Не, ну это факт На ноги, конечно, тяжелее все-таки Но когда я уже заканчивала тренировку на руки И они у меня тоже уже не хотели двигаться Я поняла, что, блин, все одинаково сложное Просто на ноги, наверное, мне уже изначально Не очень кайфово, не очень комфортно делать А на руки сначала хорошо дается А потом уже, да, видимо, руки забиваются И становится сложно тоже Он играет с уткой Все, у меня времени уже почти два Не буду затягивать Мне еще греть суп Пошли-ка мы обедать На обед мой суп куриный И порцию протеина сейчас смешаю Все, больше ничего не планирую Мы пришли в корейский стритфуд Здесь у них на улице такое зеркало А попробовали? Вот этот коктейль Всем привет! Вот такое вот меню в корейском бестров Которое мы пришли Смотрите, такие милые десертики здесь Очень красивые Так не окончилось Здесь лапша, роллы, рис, рамены, салаты Горячие закуски Здесь такие вот специальные меню еще есть Здесь, смотрите, мыло для рук Клем для рук Такие наклеечки Также здесь лежат вон прокладки Какие-то корейские Можно взять на пробу Симпатично, симпатично Конечно, все оформили Здесь вот такие роузы летают Легущие строки Насколько красивых Там вот есть первый еще этаж Нас посадили на второй этаж За такую, как бы, типа, барную стойку Саша себе взял корндог И у него чуть-чуть прям откусила Попробовать И вот такой вот красивый коктейль Также он взял себе вот такую лапшу с беконом Я попробовала чуть-чуть лапши И так полки немножко откусила Но они такие пресные вообще А я взяла себе рамен с розбифом У меня здесь говядина, лапша, кукуруза Яйцо и бульончик По дороге домой зашли во вкус Вилл Я взяла свою любимую камбучу с медом Сегодня вечером ее выпью И на потом, как-нибудь дела, попробовать Такой березовый сок Настоянный на мяте с сахаром Единственное, жалко, что он, конечно, с сахаром Но, в принципе, калорийность не сильно большая Я как-нибудь пишу Завтрак пятый день Все, в принципе, то же самое Только сегодня порезала болгарский перец Потому что лежала в холодильнике Вот эта любимая фасоль Тут смотрю фильм «Книжный клуб» Очень мне нравится Я его смотрю уже второй раз Сейчас приступаю к последней, заключительной тренировке На этой неделе Сорян за вот это сверление У нас сверлить всю неделю Уже просто Не приезжаем, по-моему Поэтому я не собираюсь Не хочу дожидаться, пока они закончат Потому что я не запишу это начало Вообще какая-то апатия Нежелание всего просто На улице так пасмурно Грустно Дома нет солнца, нет энергии Из-за этого тоже как-то Грюстно становится Вот тоже погода как-то на нас влияет Было солнечно, на душе тепло А сейчас еще так прохладно Окно откроешь Дом прям заледенится Дом прям быстро охлаждается Из-за чего ухота лежать в пледе А я еще плед закинула стираться Так что лежу в плед, не закутаешься Сейчас просто я сидела Так вот калачиком свернувшись И такая, господи, как я не хочу вставать Но ничего, ребята На моем примере понимаете Что как бы вам не было Если у вас стоит цель тренировка То вы должны ее сделать Понятно, что уж прям Если вам плохо там То не надо через себя приступать Но мне это нормально Просто нет настроения Холодно, вялое и все такое В общем я переоделась Все подготовила уже Сейчас приступаю Надеюсь, что тренировка Подарит мне энергии И какой-то радости Прилив сил Да, Маш? Ты будешь опять вокруг меня бегать Играть как-нибудь А я буду заниматься, да? Бежит жопка В общем, поступаем Я сегодня не пила еще кофе Так хотелось Но я уже думаю, ладно Сначала позанимаюсь Пообедаю И через час Попью кофе Чтобы витамины усвоились сначала Еще по-хорошему У меня надо сходить сегодня На зону Потому что там пришли Еще одни босоножки Нужно выбрать Какие Все-таки забрать Те черные, которые я снимал В прошлом видео И те черные, которые сегодня пришли В общем, померяю Подумаю Посмотрим Вам засниму, наверное Еще у меня приехали Шампунь Маска Бальзам И термозащита От Рише Тоже заказала Попробовать Потому что мне, в принципе Косметика очень понравилась Как минимум Эстетическими упаковками Хорошими ароматами Поэтому и шампунь Решила от этого бренда Попробовать И когда встал вопрос О том, что пора покупать шампунь Я заказала Именно их фирму Еще там Саше пришла Рубашка Он брал Голубую Всю рубашку На Гломоде В итоге Начал взять побольше размер Посмотрел на зоне Там было Повыгоднее И вот мы ему Больше размер Заказали на зоне А я приступаю К тренировке Потом как раз Обед После обед Наверное Изгоняю на зон Все Он тоже Засниму Сейчас пошла Тренироваться Сегодня, кстати Тренировка 54 минуты Первая тренировка Идет Просто на все тело Вторая на пресс У меня, кстати, сегодня Болят руки И ноги тоже Капец болят Короче, все болю Мое тело Просто в предвкушении Двух дней отдыха Когда оно не будет Заниматься спортом Когда оно от него отдохнет И нам останется Потом последняя Заключительная неделя Уже даже не верится Что почти Три недели Позади Последняя тренировка И Три недели За плечами Поэтому, ладно Не буду затягивать Быстрее позанимаюсь И быстрее запишу Уже счастливый Конец К тренировкам На этой неделе Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все Последняя тренировка Закончилась Второе видео Тело было больше Не на пресс Как там было Вроде как написано А в принципе Тоже мне кажется На все тело На талию Возможно немного Были такие упражнения Небольшие На пресс В стоячем положении Лежачем Вообще ничего не было Ну неплохо Неплохо В принципе Разминку Я уже делаю Супер быстро Она пролетает Эти пять минут Как будто За тридцать и минут А вторая тренировка На все тело Шла конечно Долго Потом вот это Небольшое видео Тоже тренировки Может какой-то Другого тренера Тренерши Неважно Мужчина Это или женщина Мне интересно Все Главное Чтобы это было круто Хлою тинг Мне точно понравилось Я могу сказать Что круто Кайф Прям мое Поэтому что-то подобное Советую Я буду очень сильно рада Еще мне очень интересно Пожалуйста Напишите в комментариях Кто тоже приступил К тренировкам По хлою тинг Неважно По этому челленджу Как ли Или по другому Пишите Если вы занимаетесь Тоже по хлою тинг И обязательно Уточните Какой челлендж Вы взяли Мне реально Очень безумно интересно Увидеть таких же людей Которые тоже Занимаются По хлою тинг Все У меня есть Полчаса до обеда Сейчас нужно Все убрать Переодеться И идти обедать На улице Начался небольшой Дождик Я после обеда Планировала Как я вам говорила Пойти на озон Плюс мне нужно Сходить еще Купить яйца Сыр У нас закончились И что-то на ужин Придумать Потому что Я не знаю Как приготовить на ужин Что-то купить Так что Неважно Будет дождь Не будет дождя Я в любом случае После обеда Пойду в магазин Заодно зайду Вот на озон Надеюсь Всего не будет Не хотелось бы промокать Потому что я вижу Прям капает И вон зонтиками идут Ну на крайняк Тоже возьму зонтик И пойду Супа осталась Всего порция Поэтому я нам Положила По пол порции Плюс Положила 150 грамм Горохова И 150 грамм Капуста С курицей До Весь этот обед 500 с небольшим калорий Не сильно много Потому что Супа 300 грамм И этого По 150 Сейчас там Саша На порции Отогревается Вот это И садимся Кошать Так Закупка На озоне Забрала Вот этот набор Отрешек Как вам говорила Здесь у меня Шампунь Потом маска Ее можно использовать Написано Как маска И кондиционер И термозащита Шла в наборе Я посмотрела Так в моем случае Выгодно Поэтому взяла Так бы я не брала Термозащиту Так Это сезона У нас Потом зашла В ярче Взяла Филе бедра Вот такой Лаваш Под шурму Делать Лаваш И помидоры Из магнита Остальное Из ярче Зеленый салатик Наша Любимая Рыба Фрунтасу Для штучки Взяла Морковку По-корейски Также для шурмы Сыр На завтрак Тоже для шурмы Взяла Лук Потом нашла Вижу вкусный маринад Там сметана У меня есть сметана И стала брать Горчица Такая вот Зернистая Я взяла Баварскую Она должна быть Поприятнее Чем просто Зернистая И соевый соус Идет тот Соус Я вам обязательно Вечером сниму Рецепт Как я буду делать Также две упаковки Я взяла На завтрак И вот такая Вот у меня Сегодня Закупка Еще взяла Манго Она запреталась За яйцами Не увидела Довольно мягкая Обожаю манго Будем кушать Мой долгожданный кофе Потому что Сначала хотела После завтрака Сделать Потом уже Облизилась Тренировка Думаю Сделаю После обеда Сделаю Тренировку Потом обед Пройдет Сейчас пройдет Сделаю кофе В итоге Я пошла В магазин И вот Четыре часа Вечером И я его Наконец-то Сделала Тут смотрю Фильм Лимб Уже его Как-то Саше Смотрели Клевый Интересный В принципе Неплохой Фильм У меня Три часа До ужина Два часа До момента Начала готовки Сейчас полежу Посмотрю фильм Потом Пойду мыться Делать все Протедури И готовить Шурму Тут у меня Попрошалка Моя любимая Уже пенку Тебе Немножко Дали Да На еще Ну и все Такие дела У меня сегодня На улице Ужасно Я когда ходила Там все время Капала дождь На меня Прям вообще Даже снимать Ничего не хотелось И завтра Там обещают Дикие ветра Какие-то Тоже будут ужасно Короче Вся эта неделя По ходу Укончания Будний Айс Я еще думала В субботу Поехать прогуляться Опять куда-нибудь Походу Фигушки С такой погодной Мы точно Никуда не поедем Там Не кайф Находиться Ну вот Вам наверное Не видно Но тут Покапывает Мелкий дождик Все такое Мрачное Спирил Вон капает Земля Все мокрое На улице Ну такое Конечно Иногда Люблю Дождик Послушать Ну вот Так вот Смотришь На эту Мокрость Грязь Бррр Прям Передергивает Я Поступила К приготовлению Шаурмы Почистила Лук Вымыла Все овощи Нарезала Огурчик У меня Свежий Потом Решила Взять Соленый Огурец Помидорки Черри У меня Оставшиеся Были Нарезала На 4 части Огурчики Порезала Мелкой Соломкой Лук Тоже Порезала Такими Мелкими Как бы Соломками Листы Салата Помыла И пошла Жарить Курицу Взяла Пергаментную Бумагу Насыпала Специи Различные Масло Оливковое Свернула Соль И поставила Жариться Потом Приступила К соусу 100 грамм Сметаны Столовой Ложкой Оливкового Масла Столовой Ложкой Солого Соуса Чайная Выкладываю Листы Салата Курицу Немного Соуса Огурцы Двух Видов Помидоры Лук И оставшийся Соус Добавляю Морковку По-корейски И все Скручиваю Потом Обжариваю На гриле И Собственно Наша Шаурма Готова Вот такая Вот Красотка У меня Получилась Очень Вкусная Сочная Крутая А тут Мы решили Посмотреть Детей Шпионов Завтрак Сегодня Доедаем Последнюю Фасоль Завтра Ее уже Не будет Редиски Решила Порезать А здесь Как всегда Те же Самые Яйца Тот же Сам Бутерброд Который Потом Расплавлю Смотрю Второй Сезон Новых Папиных Дочек Там У меня Запаривается Чай И мы Садимся Завтракать И После Завтрака Я Приступила К Уборке Первым Делом Решила Заняться Диваном Сначала Весело Пропылесосила Пропылесосила Подушки Потом Прошлась Еще Такой Клейкой Лентой Убрала Волосы Которые Не Спылесосили Собачьи И Тряпочкой Протирала Мелкие Какие-то Заврезнения Какие-то Пятнышки Что-то Там Еще Бывает Плет Свернула Так Начала Пылесосить Кобюр Тоже Отмыл Какое Тепетное Было На Ковре Неизвестное Лежанку Молина Решила Закинуть Стираться Уже Ура Стираю Сюда На Режиме Гигиена Чтобы Все Бить Все Бактерии Сняла Постельные Также Пошла Чистить Кровать Всегда Убираю Вот Такой Липкой Лентой И Потом Тоже Какие-нибудь Загрязнения Мелкие Стираю Тряпкой Пропылесосила Матрас Потому Что Где-то Волосы Молины Подзабились Собака Спит С нами Поэтому Ее Волосы Всегда Есть На Кровати Кровать Все Отшоркала Мелкие Пятнышки Отмыла И Вот Мы Пошли Менять Постельное Постельное Поменяла Потом Также Протерла Пыль В спальне Везде Обернулась В зал Протерла Везде Пыль Убрала Лишние Провода Которые Постоянно Зарядки У нас Валяются На Тумбе С этим Ничего Не Поделаешь Все Время Заряжаем Телефоны Планшеты Наушники Протерла Стол Всегда Вот его Периодически Протерла Конечно Уже Еще раз Прошлась По ковру Более Мощном Режиме И решила Дальше Пылесосить Квартиру Пылесос У нас Мощно Навременно И пылесосит И моет И я Прошлась Конечно По всей Квартире Помыла Полы Пылесосила Далее Кухня Так Помыла Оставшуюся Посуду Завтраком Потом Помыла Микроволновку Позже Как раз Блинчик От нее И крышку Запущу И мыться После обеда Посудовую Кукину Протерла Духовку Снаружи И протерла Здесь Все поверхности Фартук Старешницу Помыла Клитку Раковина Нужно будет Сейчас залить Специальным Вследством Всегда Заливаю Кислородным Оббедователем Очень хорошо Помогает Отжимать Раковина Теперь у меня Небольшой Прерыв На обед Также Гороховая Каша Тушеная Капуста С курицей И Свекла Печеная Довидая Последнюю Которую Запекала Еще Несколько Дни Назад Вот такой Вот обед И я Продолжаю Уборку Мне осталось Убраться В ванной комнате Протираю Полку Пыль С самой полки И со всех Баночек Скляночек Тоже Всегда Протираю Каждую Баночку Мою Наши Маленькое Единственное Зеркало Которое У нас Пока Что Есть Да Какое Есть Такого Мы Радуемся Далее Туалет Обрабатываю Всегда Его До места Сам Прекрас В моменте Достирала Стиралка Перекладываю Все В сушилку Вытаскиваю Различные Волосы Молены Потому что После лежанки Логично Что там Куча Волос И после Я решаю Запустить Стиралку На Чистку Барабана Чтобы Чтобы Она Сюда Промыла Хорошенечко После Дезинфекции Лежанки И Переходим После этого Мыть Машинки Протираю Снаружи И стиралку И сушилку Перехожу К ванной Ванну Мою Все До сифа Очень нравится Это средство Также краны Конечно Про них Не забываем Раковина Также Все Промываю И Протираю Все баночки Скляночки Которые Стоят На Раковине Все Ребята Наконец-то Я освободилась Налила себе Кофе Хочу Немножко Передохнуть Убрала Все Что Можно Как вы Видели Протерла Везде Пыль Почистила Диван Почистила Ковер Почистила Кровать Поменяла Постельные Пропылесосила Помыла Полы Одновременно Нашим Пылесосом В общем Что еще Помыла Кухню Микроволновку Помыла Все в ванне Все наверное Осталось мне Сегодня еще Помыть Кофемашину Я ему Вообще По четвергам Но вчера Забыла Поэтому На сегодня Сейчас допью кофе И пойду Займусь ей Помою Кофемашину А завтра Я не знаю Не сто процентов Но возможно Я помою Окна Не уверена Что хочу Сейчас Возможно Еще прохладно Все таки Посмотрю По погоде Да Потому что Все равно Хочется Вылезти Нормально Их помыть Мороз Неохота А я сейчас Довольно Прохладно Стала Возможно Недельку Перенесу Это дело Посмотрим По настроению Сегодня Да Помог Машину Еще И наверное Все Наконец Это все У меня такой День отдыха Тренировки Но по домашним Делам Наоборот Ну Я в принципе Так и стараюсь Делать Потому что Когда я тренируюсь Мне неохота Еще Куча Дел делать Домашних Очень тяжело Максимум там хватает Протереть пыль Да пропылесосить Поверхностно Такую уборку Сделать А вот такую Уже более качественную Долгую Тщательную Неохота Потому что И так устала Тренировки А в выходной Тренировки Можно это поделать Завтра Надо будет Сейчас ходить В магазин Потому что Сегодня опять Сделаю шаурму Лаваш Еще остался А завтра На вечер Нужно что-то Новенькое Уже планировать Пока никаких Идей Если честно Я уже от всей еды Устала Устала Придумать что-то Котовить Мне вообще Не хочется Ничего Хочется просто Чтобы не хотелось Есть И это будет Идеально Посоветуйте Может какие-то Рецепты Какие-то блюда Несложные Полезные Не знаю В общем Если есть Что пробовали Что вам очень нравится Напишите Возможно Я это попробую Сейчас немножко Выглянуло Солнце На удивление Но там очень ветрен Я только что Открывала вот балкон Прям дует Дует Прилично Не буду Разглагольствовать Я с вами уже Три минуты базаря У меня кофе станет Смотрю новых Папиных дочек И зависаю На ютюбе В шортах Одной дамы Не помню Как ее зовут В общем Она постоянно Снимает уборку Вот я как раз Таки вдохновилась Сегодня Полчасика Полистала И пошла Убираться Там у меня Сушится Мольная лежанка В сушилке Плед ее От лежанки Игрушку Я одну закинула Вторую Пока не стала Она свеженькая Еще Внизу Машинка Стиральная Моет Барабан Сейчас она Домоет У меня в планах Закинуть еще Коврик Который в ванной Комнате лежит И все тряпки На гигиену пустить Чтобы они Хорошо промылись Прогигиенились Их благо Сушить будет Не нужно Потому что Ковер я не сушу Я увешаю на ванну Он практически Сухой уже Выходит Из стиралки Тряпки Сушу Если я стираю С полотенцем Там с какими-то А так Нет Я их просто достану Повешиваю на место И все Ну и моллины Вот лежанка Будет досушиваться Не знаю Сколько я там Еще в вечность И сегодняшняя Стирка Закончится Потому что До этого Я стирала Еще одежду Завтра Еще нужно будет Постирать рубашки И у Саши У меня новая рубашка Голубая Такая белая Белая полоска Он снимал И у него тоже Подобная Вот нам надо Их запустить Отдельно Чтобы они Нелегов Не оправили Севенькие вещи Сегодня уже Сушку У меня наверное Не успеет С ними Поэтому Завтра Утром Закущу Подстираю Их Завтра Не знаю Что мы планируем Погода у нас Какашка Никуда не поедешь Вообще В планах Я бы хотела Погулять Поехать Куда-нибудь Но нет Наверное Нет Так все Ладно Ребята Не хочу пить Холодный кофе Я побежала А тем временем Как вам и говорила Пошла мыть Кофемашину То что осталось Мне на сегодня Созел Вот и наступил ужин Сегодня та же самая Шаурма Только в соус Добавила Еще немного Кетчупа Чтобы увеличить Объемы соуса И буду сегодня Пробовать Вот этот Березовый сок Березовый напиток Настоянный На мяти И сахарем Так готовлю завтрак Начала сегодня Сетили видели Что-то захотелось СТС Готовлю такие бетерброды Порезавый хлеб Сверху положила Лис салата Потом немного Легкого майонеза Горчицы баварской Соленые огурчики Порезала Лучка сверху Накидала И помидор Тут жарятся яйца Яйца положила И такой завтрак У меня Получится Встала сегодня В 7 утра В 7.30 утра Проснулась Повалялась В кровати В телефоне Полазила Полтора часа Ну так захотелось Вот и грузей Такой встала Пошла почистила зубы И вот сейчас В 9.30 не буду Садиться Завтракать Ну какая красота Получилась Очень вкусная Там будет много Пряностей И мясо будет Пропитано Полностью Теперь делаем Надрезы Крест-нагрест То же самое В другом направлении Только не прорежьте Кожу Ни в коем случае Кожа должна Остаться Среди У меня Рецепты Мы сегодня Почистили Гардероб Выкинули Ненужную обувь В одежду Какая-то коробка От утюга Лежала Просто Набрали кучу Здесь пакетов И Разложили Все Боли опять Нормально Потому что Со временем Все равно Все приходит Не в такой Хороший вид Протерли Все Расфасовали Теперь Такая Красота И понесем Мусор Еще спонтанно Решили поехать Через Два часа Куда-нибудь Погулять И вечером Где-нибудь Поужинать Поэтому Все Засниму Сейчас Готовлю Обед У меня Варятся Здесь Макрешки Будем Есть С Тушеной Капустой И курицей Все Обедаем Здесь Сейчас Все Убираю Валяется Постельная Надо Закинуть В стирку Сейчас Уберу Отсюда И Все Дела В гардеробной Будут Закончены Ну и Такой Вот у меня Обед Доварила Остатки Цельнозерновых Макарон Там Грамм Сорок Было И 150 Грамм Капусты С курицей Тушеные Вот мы Приехали Погулять Погода Сегодня Прекрасно Солнечная Дождя Нет Просто Бомбически Небольшой Ветерок Но Это Нам Не Помеха Взяли Попить Саша Взялся Кофе А я Такой Облепиховый Напиток Какой-то Чай Мне Кстати Очень Понравилось Я Не Стала Добавлять Туда Ничего Сладкого И Он Просто Прекрасен Такая Кислинка Облепихи Нотки Какого-то Там Не знаю Травы Роскошный Чай Это Я Вам Засняла Мы Встретили Такие Две Синие Тачки В Каком-то Прикольном Месте Необычном Кстати Сюда Потом Вернулись На Ужин Кстати Я так давно Хотела попасть Как можно Ближе К этому Памятнику Вот Сегодня Моя мечта Осуществилась Мы Пришли Сюда Только Посмотрите Как здесь Круто Какое Солнце Какая Погода Как Все Начинает Цвести Просто Сердце Радуется Красотища Какая А потом Прикиньте Мы Увидели Трансформера Сдалека Думали Что Он Вообще Нарисован А Когда Подошли Ближе Оказалось Что Это Огромная Настоящая Фигура Трансформера Просто Шок А Потом Бродили Искали Куда Зайти Покушать Нашли Вот Такое Вьетнамское Заведение Здесь Посмотрите Сколько Всего Можно Еще Купить Домой Обязательно Что Нибудь Возьмем Какие Напитки Просто Сладости Куча 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 Всего Я Заказала Себе Суп Фобо Посмотрите Какая Огромная Порция Просто Литр Супа Гигантский Саша Сто Взяла Какой Суп Похоже На Тум Так Ребята Мы Вернулись Домой С Таким Уловом Зашли В магазин Сейчас Я Вам Все Расскажу Взяли Туалет Как Букуда Без Этого Саша Взял Себе Вот Такое Розовое Вино Я Конечно Же Его Не Буду Просто Вам Показываю Что Купили Это Ему Захотелось Купить Вина Он Сейчас Попьет Вина Взяли Хлеб На Завтраки Закончился Сегодня Там Где Брали Вино Я Взяла Доктор Пеппер Вот Такое Вот Нашла Зарос Сугору Без Сахара Здесь Всего Ребята Одна Калория В 100 Миллилитрах Три Калории Так Что Саша Будет Пить Вино А Я Доктор Пеппер Потом Он Взялся В закуску Вот Сыр Капчел Я Взяла Икры Но Я Еще Днись Не Буду Просто Увидела Что По Скидке Стоит Завтра Куплю Хлеб Маслица И Буду Утром Делать Бутерброды С Икрой Также В том Заведении Вьетнамском В котором Мы Ужинали Мы Купили Моти Два вида Взяли Один Вот Такой Вот С Виноградом И Второй С Клубникой Будем Буквально Там По Одной Стучке В день Кушать Кстати Недорого 250 Рублей Упаковка 500 Рублей За Две Монжари И Я Еще Взяла Себе Вот Такой Напиток С Личи Очень Интересно Попробую Здесь Кусочки Личи На Дне Плавают Ну Или Что Не Знаю Единственное Жалко Что Здесь Нормальная Калорийность Я Не Посчитаю Мне Кажется 88 Стали Во Всей Такой Напиток Взяла Буду Пробовать Он обошелся В 300 Рублей Все Сейчас Все Убираю Моемся И Пойдем Отдыхать Потому что Устали Капец Мы Итого Прогуляли Почти Три Часа Я Посмотрела Сейчас Выключила Тренировку 2.20 Плюс Еще час Дорогу Туда Час Назад Еще Съели Тарелку Супа Но там Очень Много Было Бульона Поэтому Не Читается В принципе Не Обжирились Нормально Поели Завтра Буду взвешиваться Очень Интересно Что там Того Что Да Сегодня У меня Много Жидкости Поместилось Надеюсь Завтра Я не Опухну И Все Будет В порядке Это Конечно Тоже Я не Сегодня Буду Есть Просто В принципе Потом Сегодня Я попью Только Доктора Питера Все Ладно Ребята Пошла Отдыхать Всем Спасибо Большое Что Вы Со Мной А я С вами Завтра С вами Подведем Итоги Этого Видео И На Итогах Оно И Закончится У меня Уже Язык Не Алло Речь Не Алло Я Устала Ну Вот Я налила Своего Доктора Пепера Он У меня Ото Льда Так Начал Пениться Шипеть Жестко Тут Мы Начали Новый Сериал Разделение Называется Не Знаю Пока Как Мы Глянули Только Одну Серию Я Еще Не Успела Понять Потом Я Не Напилась Я Решила Сделать Воду С Лимоном Выдавила Лимон Налила Обычной Воды И Добавила Лед Ребята На этом Видео Подходит К Концу Сегодня Несмотря На То Что Я Немножко Подотекла После Супа Газировки Вечером Еще Лимонной Воды Я Все Равно Взвесилась Вес У меня Остался Точно Такой Ж Как На Прошлой Неделе Я Открыла Показатели Жира И Мышц Жира Стало Меньше Мышцы Немного Приросли Поэтому Все Отлично И Пупельно Главное Ведь не Только Наш Вес Главное Того Что Жира Становится Меньше Логично Что Он Такой Же Остался Потому Что Жир Подошел Мышцы Подросли Я Знаете Или Очень Активно Занимаюсь Как Вы Видели Три Недели Уже Подряд Начинается Новая Неделя Которую Вы Видите В Следующем Видео Сейчас С вами Доразговариваю Через Пару Часиков У меня Будет Тренировка Уже Четвертая Неделя Заключительная Неделя У меня Начинается Надеюсь Вам Эта Неделя Понравилась У нас Получилась Такая Гулябельная В принципе Неделя Ходили По Каким То Заведениям Ходили Вчера Гулять Очень Круто Кстати Погуляли Прям Мне Все Подрадовалось Забрели В такой Парк Клевый Сходили Там К памятнику Нашли Вот это Заведение Мне Всегда Хотелось Мы Всегда Шли Куда Гулять Мы Заран Находили Какое Заведение И Шли Потом Туда Я Всегда Хотела Просто Гулять И Куда Нибудь Зайти И Вот Вчера Мы Набрели Вот На Эту Вьетнамскую Кухню Тарелище Супа Просто Огромное Стоило 480 Рублей Саша Взял Какой-то Тоже Суп Он Напомнил Том-ям Но Это Точно Был Не Том-ям Там Тоже Рисовая Лапша Креветки Кальмары Ананасы Жишка Очень Похожа Была На Том-ям У него Тоже Был Литр И Стоило Уже Я Не Помню Сколько Точно Но Больше 500 Рублей Там К примеру 580 Типа За литр Огромного Супа Мы Прям Так Наелись Мощно Потом У них Там Есть Бабл Ти Я Очень Хотела Попробовать Никогда Не Пила Бабл Ти Но Я Не Стала Брать Потому Что Я Забился Думаю Как Нем Другой Раз 450 Рублей Бабл Ти Большой Стакан Стоит Также Вкусняшки Которые Мы Набрали Моти По Что-то Еще В общем Я Почему-то Выбрала Лич Не знаю Мне так Захотелось Все В принципе Что вам Еще Сказать Я Очень Рада Что Вы Были Со Мною Что Вы Досмотрели Это Видео Всем Спасибо Большое Всех Люблю Ценю Уважаю Всем Пока